Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема это как заказать выписку по счету в Альфа-банке. То есть по карте можно заказать выписку спокойно в личном кабинете. Поэтому давайте перейдем в личный кабинет и я вам покажу как это можно сделать. Для того чтобы заказать выписку переходим в интернет-банкинг. Заходим сюда мы по логину и паролю. Если не знаете, то можно по номеру карты и зарегистрировать логин и пароль. Но у меня он зарегистрирован, поэтому переходим по логину. Нажимаем продолжить. Теперь нам нужно ввести пароль. Нажимаем войти. Сейчас проверим, что мы что-то неправильно написали. Повторим. Теперь придет нам четырехзначный код на номер телефона, который привязан к банковской карте. Мы его с вами введем. И попадаем на основную страницу нашего личного кабинета. Здесь мы с вами можем заказать выписку. Выписку нужно заказать, исходя из того, какая карта вам нужна, по какому счету вы собираетесь заказать выписку, если у вас несколько карт. Если у вас, допустим, вот одна, как у меня, то нажимаем на банковскую карту. Сейчас подгрузится у нас все. И здесь мы попадаем, значит, на страницу нашей карты, да, со всей информацией, которая у нас здесь есть. То есть номер карты здесь, тип, фамилия, имя, отчество держателя, то есть полностью срок действия, дата выпуска. Все здесь указывается. Ну, соответственно, и номер счета. Что нам нужно? Нам нужна выписка, да. Смотрим. Какие у нас здесь есть операции, да, тут можно сменить счет, заблокировать, подключить услугу Альфа-Чек, защитить все карты, сменить пин-код. И последние операции по карте у нас здесь сразу вот здесь именно будет написано «Показать подробную выписку». Почему здесь? Потому что выписка – это именно ваши операции по вашей банковской карте. Соответственно, нажимаем «Показать подробную выписку». И здесь мы с вами можем выбрать период, то есть за который нам нужно это просмотреть. То есть либо вы здесь можете вручную вбить, начиная от и заканчивая до каким-то временем. Ну, соответственно, не позже того дня, когда вы оформляете выписку. И, соответственно, там можно выбрать за неделю, за месяц, либо же за квартал. Ну, к примеру, там выберем за неделю, нажмем «Показать». И здесь у нас покажутся ваши операции по счету. То есть если никаких операций не совершалось, то их не совершалось. А если они были, то все операции будут показаны. Также вы можете сохранить данную историю, просмотренную вами по выписке. В нескольких форматах здесь сразу приложение предлагает. Либо же вы можете сразу распечатать, то есть отправить на принтер, если у вас принтер подключен. И, соответственно, в бумажном варианте у вас будет информация по вашим выпискам, по вашей выписке с вашей карты. То есть сколько вы потратили там, то есть по всем операциям. Если нет возможности распечатать, то вот еще раз повторюсь, можете сохранить. Вот, допустим, в разделе PDF можно спокойно сохранить и потом все просмотреть. Также к этой карте будет, соответственно, прилагаться вся вот эта информация, касаемо информации держателя карты, да, и самой карты, и какой баланс на данный момент. Также, если у вас несколько карт, то вы здесь, допустим, можете сразу в данном окне раздел карты, нажать вот сюда на стрелочку и, соответственно, выбрать какую-то другую карту, если у вас их несколько. И таким образом просмотреть информацию, если нужно распечатать, либо же сохранить за все те периоды, которые вам были нужны. Поэтому это очень удобно, не нужно обращаться ни в отделение банка, ни сидеть в очереди, а спокойно в личном кабинете все это можно сделать. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!